Наши новости в эфире. В студии Лена Михайловская. Добрый вечер. В эфире, в которых без надзора просто нельзя. Правительство вместе с контролирующими органами подготовило проект указа, который президент отправил на доработку. И уже сейчас ясно, каким он будет, если не по букве, то по духу. Анна Пыш. Доверяй, но проверяй. Проверка – вещь не самая приятная. Это скажет любой, к кому с ней приходили. И одно дело, когда проверяющий нацелен помочь устранить недостатки. И совсем другое, когда любая соринка ему кажется бревном. Так что к теме надзорно-контрольной деятельности обращаются не впервые. Не знаю, к счастью или к сожалению. В 2009 году на основании указа 510-го президента в стране сформирована целостная система контроля. Тогда мы полагали, что это оптимально, что эта система будет работать. Спустя 8 лет она была комплексна, эта система модернизирована. Исходя из потребностей государства и общества, и потребований особо плачущих, и перетрудившихся, и особенно кого-то эта система слишком уж наклоняла, потому что невозможно, в кавычки беру, было работать, слишком много было проверок. В голосе Александра Лукашенко, конечно, слышится сарказм. Ведь сколько не уменьшает число проверок, наверняка найдутся те, для кого их много. Но по данным комитета госконтроля, за последние годы их количество сократилось почти на треть. То есть комитет, который проверяет, заявляет о том, что всё норма, нормально снижаем каждый год нагрузку, никто не должен обижаться за проверки. Впрочем, далеко не всякая проверка мониторинг. Порой нежданные контролёры приходят чуть ли не просто посмотреть, а задерживаются на месяцы. А как-то по одному и тому же вопросу госорганы ходят друг за другом, как по расписанию. На предприятиях резко увеличивается количество потребления валидола. Как говорится, это было бы смешно. В период уборки зерновых, июль-август 22-го года, проверяющие посетили Оснежицкое, только вдумайтесь, 49 раз. По-моему, Оснежицкое – это не самое худшее хозяйство. Среднее хозяйство Пинского района. Среднее? Да. То есть туда можно иногда и ездить, просто отдохнуть, никого не напрягая? Я думаю, что да. В 49 раз. Что там можно было делать? Для меня это невероятно. Записи, правда, в книге учёта, проверок сделали дважды, только дважды. Конечно, государство не может взять и отказаться от контролирующей функции. Анархия до добра ещё никого не доводила. И потом, на каждом большом совещании по промышленности или сельскому хозяйству выявляют прямо-таки вопиющие случаи, а значит, без проверок нельзя. Другой вопрос – насколько они своевременны. И можно ли было раньше выявить тех, кому закон не писан? Самое возмутительное – то, что порой проверяют абсолютно не те организации, которые следовало было бы проверять. По-другому нельзя объяснить случай, когда мне нужно лично вмешиваться, чтобы навести порядок, как с тем же ценообразованием. Ещё один важный момент – цель проверки. Дать штраф – самое простое, но не самое эффективное, уверен президент. Нам не штрафы нужны и наказания, или какие-то санкции, а улучшение работы предприятия. В этой связи я поручил по требованию от правительства до помощников президента, губернаторов и других кардинально разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы. Именно это должно стать фундаментом обновлённого указа. Профилактика, а не наказание. И чтобы, как говорится, без отрыва от производства. К примеру, из предложений, если мониторинг, то раз в три месяца, не чаще, и если уж пришли, то в следующий раз, не раньше, чем через год. Целью проверки является нахождение нарушения, или целью проверки является нахождение нестыковок в законодательстве, несоответствие нормативно-правовых актов, зачастую противоречия друг другу, которые приводят к нарушению. Если целью проверки будет являться именно такой формат, то, конечно, это в конечном итоге будет обеспечивать требования президента с тем, чтобы проверка завершалась не наказанием, а повышением эффективности работы предприятий, отраслей. Но не надо думать, что раз в воздухе запахло весной, значит и либерализацией. Есть сферы, которые ни при каких обстоятельствах не выйдут из поля зрения государства. Можно взять вопросы моратория двухлетнего на проведение проверки. Некоторые субъекты начали этим пользоваться. Поэтому с принятием указа, если будет видно, что субъект нарушает, тогда допустимо проведение проверки. Или, например, получение иностранной безвозмездной помощи. Мы должны видеть, куда она расходуется. Я думаю, это закономерно не вызывает каких-то сомнений. Или же, например, вопросы ценообразования. На исполкомах лежит обязанность обеспечивать ассортимент товаров. Но каких-то рычагов у них нет. Соответственно, должны быть какие-то полномочия. И тут важно понимать дух документа. Как говорят разработчики, его цель – не послабление и не ужесточение, как таковые, а упорядочивание. Хотя отдельные положения на совещании вызвали дебаты, а потому президент поручил еще раз обсудить каждый пункт. Но не столько, сколько писался этот указ. За два года. Непростой, товарищ президент. Ну, за два года. Да. К сожалению, да. А максимум за два месяца. Главное требование – это должен быть документ в интересах экономики. Еще раз хочу предупредить. Никакого давления на предприятия, организации, на субъекты, хозяйственные и на людей быть не должно. Мы не должны людям мешать работать. Но если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. И плача и стоны здесь абсолютно ни к чему. Вы должны относиться, контрольные и прочие органы, правоохранительные, к нашим предприятиям, как к своим детям. Они нас кормят. Поэтому нельзя им мешать работать. Словом, старый добрый принцип «доверяй», но «проверяй» еще никогда не подводил. Анна Пыш и Сергей Янковский. Наши новости ОНТ. Сфера, где послаблений быть не может, зарплата в конвертах. За последние два года сотрудники комитета госконтроля выявили более ста нарушений законодательства по незаконным выплатам. Серая схема используют работодатели предприятий под особым контролем транспорт, строительство и оказание услуг. Только за прошлый год в одной Минской области более пяти с половиной тысяч работников получали деньги в конвертах. Теневая экономика – это ущерб государству и самим сотрудникам. В будущем те, кто не отчислял деньги в фонд соцзащиты, не смогут рассчитывать на полноценные пенсии и другие выплаты. В качестве таких крупных примеров, то еще в 2022 году нам было выявлено факты, связанные с выплатами заработной платы в конвертах. Если говорить о цифрах, то это две строительные крупные брестские компании. Которые на протяжении более пяти лет выплатили работникам более 1300 работников заработную плату в конвертах. Сумма таких выплат превысила 30 миллионов белорусских рублей. Если раньше для таких нарушителей была только административная ответственность, то сейчас и уголовная – до семи лет лишения свободы. Проверку физлиц на соответствие доходов и расходов проводят налоговые органы. В случаях нарушения налогообложения с повышенной ставкой в 26%, стандартная – вдвое меньше. Как правило, результативно таких проверок составляет порядка 70%. То есть, грубо говоря, два из трех физических лица не могут пояснить происхождение своих доходов. Для того, чтобы выплачивать заработную плату в конвертах, необходимо иметь сокрытую наличную выручку. Поэтому там, где идет прием, там идет сокрытие по кассовым аппаратам, и, соответственно, данные средства уже расходятся. Такие нарушения выявляются во всех регионах республики. Большинство, наверное, конечно, это сосредоточено в городе Минске. О фактах выплаты зарплаты в конвертах можно сообщить онлайн через сайт Комитета госконтроля. Информация анонимная и без регистрации. По каждому факту – проверка. Справиться с современными вызовами может только сильное правовое государство, а его фундамент – Конституция. Обновленный основной закон страны открыл большие перспективы для развития Беларуси в правовом и социальном плане. Повысился уровень защиты беларусов. Работа над стратегией развития конституционного строительства – задача, которая в числе многих перед Конституционным судом. И работает над ее выполнением теперь новый судья. Глава государства привел к присяге Светлану Любецкую. Александр Лукашенко исполнил эту роль и как президент, и как председатель Всебелорусского народного собрания. Церемония в торжественной обстановке в Дворце независимости. В зале главы Палат парламента, председатели Верховного Конституционного судов. Непременные атрибуты – это государственный флаг и штандарт президента Беларуси. Светлана Любецкая назначена судьей Конституционного суда указом главы государства в апреле. Я, Любецкая Светлана Анатольевна, беру на себя обязательства перед народом Республики Беларусь честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь. Обязательная часть церемонии – подписание акта о принесении присяги. Президент вручил удостоверение судей и подарочный экземпляр Конституции. Это первая подобная церемония после вступления в силу обновленного основного закона. В ближайшее время мы встретимся со всеми членами Конституционного суда. Поговорим на будущее, как будем работать, в том числе по новой Конституции, потому что, как ты знаешь, там обязанности и права и полномочия расширены Конституционного суда. Ну, то, к чему Конституционный суд стремился. Поэтому я желаю тебе успехов в этой работе. Ну, и чтобы ты долго не засиделась на одном месте. Успехов. Спасибо. Благодарю. Конституционный суд – это 12 судей. Светлана Любецкая теперь часть этого высокопрофессионального коллектива, так она представила его. А принесение присяги – это волнительный момент. Понимание высокой степени ответственности. Конституционный суд в рамках тех изменений, которые были внесены в Конституцию, сегодня наделен правом рассматривать индивидуальные конституционные жалобы граждан, которые касаются защиты их прав в рамках рассмотрения конкретных правовых споров, то есть судебных дел. То есть сегодня повышен уровень судебной защиты. Граждане получили еще одну возможность проверить в рамках конституционного судопроизводства, соответствует ли тот закон, который применен при разрешении их спора Конституции. Это повышение уровня демократичности государства. Это повышение уровня защиты наших граждан. Это достаточно серьезный шаг. И мы находимся в начале этого пути формирования и правосознания, в том числе граждан, чтобы они знали свои права, умели их реализовать. Светлана Любецкая хорошо знакома белорусам по работе в Конституционной комиссии, миссией которой была разработка предложений по изменению основного закона страны и обеспечению всенародного обсуждения. Комиссия начала работу весной 2021-го, а в феврале 2022-го белорусы поддержали новую редакцию на референдуме. Беларусь станет полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества уже в июле. Сегодня это подтвердилось на саммите в Истане. Столица Казахстана приняла заседание Совета глав МИДов. В таком форуме Беларусь участвовала впервые. Собрались представители 10 стран. Вместо погибшего в авиакатастрофе главы МИДа Ирана заместитель министра по экономической дипломатии. Заседание открыли минуты молчания. И хотя Беларусь станет полноправным участником Шанхайской семьи только в середине лета, с учетом насыщенности международной повестки, Минск принял участие в заседании министров в предварительном порядке. Такая инициатива глав ведомств. Подвели итоги и наметили планы. За год под председательством Казахстана в ШОС прошло около 200 совместных программ. Мы высоко оцениваем председательство Республики Казахстан в ШОС, которое знаменовалось рядом значимых инициатив, среди которых инициатива ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие, планы и программы на ближайшие годы в областях безопасности и экономики, включая стратегию энергетического сотрудничества, перспективы создания финансовых структур ШОС. Мы стремимся активно проявлять себя во всех измерениях работы организации. В политико-дипломатическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном. Более 20 решений итог этой встречи. Обсудили и подготовку к предстоящему заседанию Совета глав государств ШОС. Организация намерена расширяться. За статусом партнера обратились Лаос и Алжир. Следующим полноправным членом может стать Монголия. Также министр иностранных дел Беларуси провел двусторонние переговоры. В частности, замглавы иранского МИДа. Дипломат подтвердил неизменность подходов официального Тегерана к выполнению всех договоренностей во время визита нашего президента в Иран в 2023 году. Реабилитация и глоток мирного воздуха. Беларусь продолжает помогать детям Донбасса. Сейчас у нас на оздоровление группа ребят с минно-взрывными ранениями. В их насыщенной программе и культурный вояж. 16 ребят до 17 лет из регионов, где до сих пор боевые действия, как никто другой, понимают, насколько ценна мирная жизнь и чистое небо. Поездка в Беларусь, признаются, это особый подарок. Именно здесь им дают то, чего так не хватает на родине – безопасность и заботу. Программа реабилитации не только про восстановление здоровья. Ее главная цель – это подарить положительные эмоции. Сегодня ребята побывали сразу в нескольких знаковых местах Минска. Впечатлил музей истории Великой Отечественной. Впечатления у нас позитивные. От всего увиденного, от услышанного. Вы очень гостеприимный народ. Позитивный народ. Мы всем довольны. Замечательная программа. Вы знаете, мы даже вот сейчас едем и думаем, как быстро время пробежало, потому что скоро приходится нам уезжать. Музей этнографии, молокозаводи были, хлебозаводи были, на конефермах были, на лошадях катались. Очень большая, насыщенная программа, но мы еще успеваем пройти реабилитацию. Нам делают массажи, плаваем. На этом жизнь не останавливается. И человек, главное, чтобы был сильным духом. И только тогда он способен достичь необычайных высот и в спорте, и в жизни состояться, как и семьянин, и общественный деятель, и высококлассный спортсмен. Появился у них блеск в глазах после общения и с Алексеем, и после теплого, дружеского, заботливого отношения от нашего белорусского народа. Дети Донбасса приезжают в Беларусь не первый раз. Но программа реабилитации ребят с минно-взрывными ранениями только начинается. Ее намерены сделать долгосрочной. Проект реализует фонд Алексея Талая при поддержке союзного государства. Также ребята и родители побывали в национальной библиотеке. Протянуть руку помощи и не оставить в беде – посыл белорусов. И это не просто слова. Беларусь уже приняла тысячу детей Донбасса. Повышение качества жизни и внимания самым уязвимым слоям населения. В овальном зале Дома правительства обсудили национальную систему соцзащиты. По словам спикера Палаты представителей, бренд белорусского социального государства важно не просто сохранить, но и развивать. Главное достояние страны – это люди. Как помочь каждому и не создавать иждивенчество. Решение в создании новых рабочих мест, инновационных проектов даже в отдаленной глубинке, а также совершенствование адресной соцпомощи. Рассматриваем очень важные темы – государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение. Мы уже увеличили в текущем году с 1 февраля размер трудовых пенсий на 10%. На выплату пенсии у нас идет более 80% расходной части бюджета фонда. В 2023 году – это порядка 19 миллиардов рублей. На 2024 год запланировали направить порядка 22 миллиардов рублей. В текущей пятилетке мы серьезно поработали над законодательством. Смотрите, два раза уже вносились изменения в трудовой кодекс. Такие очень важные нормы. Дистанционная работа, гарантии по диспансеризации, более льготные условия для многодетных и для семей, воспитывающих деток-инвалидов. Я думаю, что через сеть таких серий семинаров, бесспорно, будут появляться новые инициативы. В соцсферу регулируют 20 законопроектов. Сейчас в Палате представителей готовятся к рассмотрению документы о занятости населения и соцзащите ветеранов. Огромное болото с лягушками вместо грядок с урожаем, которого, кстати, точно не будет. Аномальные последствия зимнего подъема грунтовых вод в полной мере ощутили на себе жители Гомеля. Более трех месяцев в огородах, гаражах, сараях хозяйничает большая вода. Она отрезала людей от их участков и, судя по всему, не очень торопится уходить. Максим Вечерков. Реки ни при чем. Когда обычные резиновые сапоги уже не помощники, в ход идут рыбацкие и болотные. Дойти до бани в этом частном секторе может только тот, у кого есть такая водонепроницаемая пара обуви. Но даже в ней ступать можно не везде. Если я туда пойду, то мне будет вот так. Я боюсь туда идти. Это результат еще февральских подтоплений, которые даже тогда здесь восприняли как что-то необычное. Мол, раньше вода зимой вот так вообще никогда не приходила. Но еще катастрофичнее оказались последствия. Уровень с тех пор не только не ушел ни на сантиметр, но и вместе с растаявшим снегом превратил огороды в глубокие озера. Пропали мои густые хосты, розы. Пропало вон мое дерево, черешня. И лягушки квакают вообще. Не надо ходить никуда, ни в театр, ни ары слушать. Таких хор, что я тебе дам. Что невозможно находиться в доме. Жили мечтами об урожае, но в этом году уже точно без домашних огурцов и помидоров. По сути, люди в заложниках у стихии. МЧС при этом не вызвать, так как нет угрозы жизни и здоровью. А откачка бессмысленна. Тут не обойдешься и десяткам машин. Да и сама вода, судя по всему, пришла всерьез и надолго. Мы не знаем, что это за вода. Мы не знаем. Она практически не уходит. Вот как остановилась, практически, может по миллиметру в день. И то, если вот дождь прошел, она опять хлынула. Нам отписали, подсыпьте земли, как будто это так запросто. Поднять дом и подсыпать земли. Сухо разве что в домах, но это только с виду. Погреба наполнены больше, чем наполовину. И туда тоже не залезть в обычных резиновых сапогах. И такая картина как минимум на двух улицах. Потоплены десятки подворий. Люди до последнего надеялись на солнечный май, но оптимизма с каждым днем все меньше. Вода явно не собирается покидать огороды. Ее словно набрали в сосуд и плотно закрыли пробкой. Затопило баню, туалет, сарай. Огород превратился в болото, все в зелени. И неизвестно, когда эта вода сойдет. Я так думаю, что это целое лето будет. Сколько лет я живу, были разные наводнения. Знаете, честное слово, первый раз такое. Вообще не было такого. В причинах пытались разобраться с самого начала. Река в районе частного сектора в этом году обильно не разливалась, поэтому это не классический поводок. Допускали вероятность аварии на водопроводе, не подтвердилось. Думали даже, что где-то забили ключи, и поэтому вода ведет себя так неестественно. Написали письмо в горы с полком. Было установлено, что эти воды являются грунтовыми. То есть это вода, которая течет с неба, она скапливается. И пока идут интенсивные осадки, она будет присутствовать. В этом году такая аномальная у нас, скажем так, водонасыщенность. То есть критичного ничего нету, нужно просто немножко подождать. И вода сама по себе инфильтруется в нижние слои земной поверхности. Или испариться, когда станет жарко. Одним словом, виной всему климат, который стремительно меняется. Сначала дождливая осень, а затем обильные снегопады и резкие оттепели привели к стремительному подъему грунтовых вод. К тому же весенние дожди сильно усложнили ситуацию. Она действительно стала аномальной. От нее не отгородиться и не спрятаться. Особенно в низинах, когда из-за естественного рельефа в огороды жителей стекает еще и вся соседская вода. Вот, посмотрите, пожалуйста, ручей бежит, бесконечно бежит, да? 24 часа. Максим Вечерков, Владимир Петенев, Наши новости, Гомель. Телефон нашей горячей линии 217-04-24. Звоните, и наши корреспонденты готовы выехать на место и помочь разобраться в ситуации. В год качества соответствующие перемены и показатели. Закон о питьевом водоснабжении скорректирует, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства. Актуальные вопросы в самой народной сфере обсудили на заседании в Палате представителей. Министерство ЖКХ успешно реализует уже вторую госпрограмму «Комфортное жилье и благоприятная среда». В основе эффективное обращение с коммунальными отходами, капитальный ремонт жилья, реконструкция дворов и территорий. Акцент на обеспечение населения качественной питьевой водой. Расширяем компетенции Министерства жилищно-коммунального хозяйства в первую очередь. Приводим в соответствие и будем инвентаризировать всех поставщиков услуг питьевого водоснабжения, которые не относятся к системе ЖКХ. Также расширяем полномочия по ведению реестра строительства канализационных сетей. Первая наша встреча с новым составом депутатов – это тот базис, который будет заложен в дальнейшем для работы над нормативно-правовыми актами. Задать те вопросы, которые задают нам избиратели, ну и выработать какие-то свои предложения. Нам, депутатам, хотелось бы понять, какие еще законодательные акты нам необходимо принять, чтобы улучшить обстановку в сфере функционирования жилищно-коммунального хозяйства. Где-то есть проблемы с отоплением, где-то есть вопросы с канализацией, где-то есть вопросы с водой. И это те вопросы, которые необходимо решать. В стране уже построено 1200 станций очистки. К концу 2025 года появится еще 800. Дополнительно полмиллиона белорусов должны обеспечить качественной питьевой водой. Более 500 студотрядовцев со всей республики объединил Всебелорусский форум. Он посвящен 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. В Бресте на два дня бойцы-командиры и ветераны движения. Обменяться опытом и обсудить цели. Провести диалог поколений дел много. Но вначале отдали дань памяти тем, благодаря кому живем под мирным небом. Торжественное шествие «Беларусь помнит» началось у входа в Брестскую крепость и завершилась у плитцитадели. В руках портреты тех, кто отдал свои жизни за будущее других в годы войны и в мирное время. Каждый из отрядов носит имя героя. Митинг в крепости начали с истории о подвигах и защитниках. Их память почтили минуты молчания. Возложили цветы. Минута молчания. Символично, потому что все происходит на территории Брестской крепости и тоже отставляет большой отпечаток в наших сердцах. Наш отряд, медицинский отряд, он отличается тем, что он связан более с помощью к людям и, соответственно, что оказывали также различные санитарки и медсестры на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Интересна экскурсия, которая будет проходить по Брестской крепости. На данном форуме, я уверена, мы узнаем еще больше историю. Все отряды съезжаются, и это очень важно – знакомиться с отрядами, узнавать истории других отрядов. Это тоже очень интересно, кто откуда, кто чем в отряде занимается. Помимо молодежи, в Брестской крепости их предшественники – активисты, которые отдали делу десятки лет. Опытные студотрядовцы приняли участие в первом республиканском слете ветеранов движения. Работала в студотряде 30 лет. Мой стаж работает в ветеранах. И мне хотелось всегда, чтобы наши ребята, следующие каждое поколение, были причастны к этому великолепному, такому прекрасному, я не знаю даже, как назвать, деянию. Потому что это в нашей стране большое значение придается развитию студенческого движения. Это же и волонтерские отряды, педагогические, сервисные. Вот эта связь поколений, сегодняшний слет, первый слет ветеранов студенческого движения – это очень важный век. Мы все очень рады. Старшее поколение вместе с нынешним на зачетном разговоре обсудили актуальную общественно-политическую повестку. Много говорили, конечно, и о развитии студотрядовского движения. Молодежь успела поучаствовать в трудовой акции на объектах Республиканского центра патриотического воспитания. В эти минуты участники большой встречи под открытым небом смотрят фильм «Брестская крепость». Завтра еще один насыщенный день. Участие в спортивных состязаниях, работе тематических площадок и в интеллектуальной игре к 80-летию освобождения Беларуси. Пока не обнаружен последний солдат. С приходом тепла поисковый сезон набирает масштаб. Специалисты находят все новое захоронение времен Великой Отечественной. На этот раз в Гродненском районе. Останки павших героев войны в течение недели обнаружили сразу в нескольких местах. Уже два дня назад поисковики работают под Гродно. Трудиться на объекте будут много. Захоронение групповое. Сообщил о нем рабочий местного сельхозпредприятия. Обрабатывал землю и рядом с линией электропередачи техника наткнулась на останки. Кто эти люди, как оказались в одной могиле, пока загадка. Местные жители уверяют, это красноармейцы и погибли в июне 41-го в ходе боев за город и окрестности. На данном объекте мы нашли три останка. Еще два мы расчищаем. И дальше мы будем работать до конца недели. Наша основная задача не только поднятие останков, но и обнаружение сопутствующих находок, с помощью которых мы можем определить фамилии, имя и отчество найденного военнослужащего. Сопутствующие находки мы находим очень редко. Песчаная почва, она не может разложиться. И из-за этого они просто в руках рассыпаются. Или даже когда мы откапываем, они рассыпаются на поверхности. Бережно сохраняют и найденные на днях под скиделем медные пуговицы, бритвы и жетон военного. Ценности обнаружили, когда вскрыли ради перезахоронения известную, но прежде не учтенную могилу, как считалось партизанам. Неожиданно в ней оказались два человека. Эти жетоны выдавались офицерам, которые содержались в тюрьмах, в гетто, в концлагерях. Мы надеемся, что установим, кто этот герой, безымянный герой, жетон которого нашли, и установим его родственников и судьбу данного человека. В городе Гродно завершены работы на поисковых объектах. В Гродненском районе отработано 11 объектов. В результате данной работы были обнаружены останки 9 человек. И цифра найденных постоянно растет. Впереди еще больше месяца поисковых работ сразу в нескольких районах Гродненской области. Изучить предстоит 7 ранее неизвестных захоронений времен Великой Отечественной. Во имя будущего Республиканский молодежный форум собрал более 200 человек со всей страны и объединил тысячи семей, которые стали участниками его проектов. Когда 4 года назад благотворительная инициатива только начиналась, было всего 17 заявок. Сейчас на конкурс поступило уже более 400 проектов, объединенных одной целью — сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей. Главная аудитория — это молодежь, которая ориентирует на создание крепких, а главное — многодетных семей, здоровый образ жизни. Среди участников — эксперты, педагоги, семьи, которые уже примерили статус многодетная, и Белорусская Православная Церковь. И, конечно, безусловно, мы объединились, потому что творческие конкурсы, эти проекты объединяют нас. Мы узнали и традиции своих бабушек и дедушек, и стараемся сейчас преображать в своей семье. Есть замечательная традиция, паломнические поездки по святым местам, что это тоже очень объединяет. Мы делимся счастьем с другими командами. Лучший опыт, конечно, он будет транслироваться опять в регионы, будет предлагаться самими участниками сегодняшнего форума, там, на местах и шире, к тому, чтобы следовали этому доброму примеру, использовали наработки их сверстников, к тому, чтобы жизнь стала лучше, краше. И главное, чтобы семьи, создающиеся молодых людей в Белоруссии, они основывались на духовных традициях нашего народа. На тематических площадках говорили о правильном взрослении, о социальных сетях и влиянии интернета на жизнь молодых людей, о том, как избежать ошибок в создании семьи, чтобы 60% браков не расторгались в течение нескольких лет. Такова печальная статистика. Звучали на фестивале аплодисменты. Лучшие молодежные социальные проекты отмечены наградами. Ликбез в картинках. А1 выпустил первый экологический комикс для детей и подростков. Презентация в формате интерактивного зеленого урока на крыше головного офиса А1. Очень интересно. Я не знаю, какой здесь правильный, а правильный. Приняли участие воспитанники сети «Зеленых школ». К уроку также присоединились давние партнеры компании. Воспитанники СОС детской деревни, Республиканского центра реабилитации для детей-инвалидов, а также детского дома семейного типа из Минска. Познакомились с героями издания и узнали, почему важно грамотно утилизировать старое устройство. Приключениям Эвы и Севы будут посвящены еще две части. Все, что нужно, мне кажется, давать детям какую-то информацию, это должно быть в игре. То, что сейчас актуально. И наши сказочные герои, я думаю, что они донесут свою информацию, как нужно детям вести себя, чтобы не выбраться, не засорять нашу планету. Поэтому тема садоводства, растеневодства также очень важна. И очень важно, чтобы ребята знали о том, как можно использовать и как можно пользоваться технологиями, и именно технологиями в растеневодстве, в садоводстве, и как это важно для изменения климата. Комикс будет доступен на русском и белорусском языке. Печатное издание можно бесплатно получить в 29 фирменных магазинах, а один и в сети зеленых школ. Онлайн-версия первой части уже на официальном сайте компании. Все о погоде знает Дмитрий Рябов. Добрый вечер, Дмитрий. Добрейшего. Погода перестроилась на летний лад. Тепло, комфортно. Средняя температура до 5 градусов выше нормы. Ночи стали теплее. Однако на смену заморозкам пришли грозовые дожди. Атмосферно в Беларуси уже напиталась энергия летней неустойчивости. Так что грозы и ливни продолжат бушевать и в ближайшие дни. Завтра погодные условия продолжат определять область высокого атмосферного давления и теплая, но влажная неустойчивая воздушная масса с южных широт. Небо будет закрывать поля дождевых облаков, вызывая летние ливни и грозы с порывистым ветром. При этом температура сохранится выше климатической нормы. Итак, в среду переменная облачность. На большей части страны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный. Ночью слабый, днем умеренный. При грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится. Утром температура воздуха от плюс 16 до 19 градусов. С учетом влажности и ветра будет казаться, что немного прохладнее. В середине дня столбики термометров дотянутся до отметок от 22. В северных районах до 27 в южных. К вечеру в диапазоне от 19 в Витебске до 25 в Бресте. В четверг сохранится влияние атмосферных фронтов и теплых, влажных, неустойчивых воздушных масс. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Большая вероятность гроз. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный. Днем порывистый. При грозах сильный порывистый. Температура ночью от плюс 9 до 16. В середине дня от 22 по северо-востоку до 28 по юго-западу. В пятницу грозовые дожди пройдут в основном по юго-западной половине. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный. Временами порывистый. Температурный фон существенно не изменится. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только. Субтитры создавал DimaTorzok